Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня еще где-то есть моя редиска, которую я собирала семена, не помню правда где она Вот она, редиска, редиска написана 2017 Это семена с моей родной редиски, которую я собирала в прошлом году Они очень крупные По сравнению с покупными, они очень крупные Не знаю почему, вообще будет ли из них что-то расти, посмотрим Мало ли, может Может они ГМО были, не знаю Ну в общем посмотрим, прорастет ли оно Также у меня есть пакетик Вот так вот семян Это картошка Картошка, которую я сажала в прошлом году Нет, которую я сажала в позапрошлом году, в позапрошлом сезоне И выкопала всю картошку и одну случайно оставила Картошка получилась очень вкусной, с красной шкуркой Называется она, что-то там, Red Duke of York Что-то там, вот такое вот какое-то название, не помню точно А, ну я же ее купила в этом году, ее же Ну сейчас дойдет до нее разговор В общем я собрала семена со своей картошки Семена были, было очень много И было, они были только на одном кусте Не знаю почему Вот так вот собрала семена картошки Не знаю, для меня они очень ценные, потому что они мои Не знаю, получится ли у меня что-либо сделать Ну, так, дальше Редиска Черная редиска Может она не по-русски не редиска будет, не знаю, ралишь Черная редиска, да? Или редька Может редька? Ну, хотя она называется ралишь Так же, одинаково Она органическая Вот эти вот пакеты, которые я заказывала Это европейские органическая Какая-то европейская органическая организация Которая вот занимается семенами Как бы она гарантирует, что они органические То есть не ГМО В общем, вот так вот Это у меня редиска Здесь это скотч Это так же называется Тыква По-моему, по-русски тыква Называется она Джомбо Пинк Банана То есть какой-то большой розовый банан Вот так вот 15 семечек всего лишь Тоже органическая Следующая у нас Так, о помидорах мы отдельно поговорим Это у меня Соррел Как же он по-русски Щавель Вот, щавель Хочу посеять Здесь очень мало их В прошлом Позапрошлом году сеяло Но Его было очень мало И дети налетели просто И все съели Как только он вырос И В общем Он не успевал вырастать Как его съедали Я его попробовала только несколько раз Детям очень понравился щавель Ну вот заказала такой Не знаю сколько здесь А, здесь 300 семян То есть по идее По идее должно что-то вырасти Дальше Sweet corn Называется Настоящее золото 35 семян Кукурузы органической Не уверена буду ли я сажать Нужно посадить до 2019 года Собрана она в 2017 году Вот так вот Так что в принципе может подождать она Turnip Я не знаю как это по-русски называется Тоже корнеплод Тоже органические вот такие семена Не знаю как называется По-русски она Так это тоже помидоры Помидоры Сейчас я отдельно вам расскажу про помидоры Это я не знаю Уже не помню что это Амарант Семена амаранта Тоже хочу попробовать Посадить амарант А это что это? Вот некоторые Я покупаю семена на ebay И некоторые Которые вот не организация органическая А вот другие Заводчики семян Они не всегда присылают Не всегда пишут на пакетики И вот у меня есть пакетик Который я не знаю Я так подозреваю Это что-то Луковое Луковые какие-то семена Дальше Что это у меня? Какие-то очень мелкие С бумажечкой Что это? Тут только латынское название Есть Я не знаю что это Какие-то маленькие Малипусенькие семена Вот надо разбираться Не знаю что за семена Может быть Может быть кто-нибудь Не знаю Возьмет ли Вот первые два слова Это название Название вот того Что тут есть в пакетике Если кто-то знает что это Пишите в комментариях Вот первые два слова Не могу их прочитать Сложно Так дальше Горох Ну не простой Черный Органический Черный горох Здесь их 40 штучек Вот такой вот Черный горох Ну для экзотики Взяла попробовать Что это такое Так это у меня Настурция Которую я не всю замочила Только пол пакетика Замочила Чтоб не было Как в прошлом году Камомайл Это аптечная ромашка Я ее на чай хочу Потому что мы очень любим Два Камомайл Камила Камомайл Да Почему-то я не знаю Почему У меня заказано Два пакетика Аптечная ромашка Хочу ее на чай Не знаю Где я буду сажать Посмотрим Также заказала Бобы Не бобы Фасоль Вот такая вот фасоль Тоже органическая 70 штук их здесь А это арахис Органический Не гмоошный Арахис Это очень ценная вещь На самом деле Потому что Сейчас Насколько мне известно 95% всего Арахиса В мире Он весь гмо Это одна из культур Которые первую начали Гамонизировать Вот так вот И вот здесь Сколько здесь их штук Не знаю Сколько их здесь штук Но вот такой пакетик Небольшой Не гмошного Арахиса Ну не знаю Что у меня получится Вырастить Потому что я посмотрела Так ему нужно Довольно-таки Много места Посмотрим Что получится Так Что у нас дальше Это ползущий Французский Фасоль Черная Французская Ползущая фасоль Вот такая вот Черненькая 30 штук их Дальше Тоже французский Французский Кабачок Органический Тут написано Round the nice То есть Круглый И хороший Ну если перевести Вот такие Вот такие семечки Это кабачок У нас Вот это Это тоже Из семейства Редисковых Не знаю Если такое семейство Ну в общем Что-то Редисковое Японская Мули Редиска По-моему Это черная Какая-то тоже Редиска В общем Я не помню Что я заказала Какая-то Какая-то Органическая Негемошная Интересная Экзотическая Редиска Вот еще одна Дальше Еще одна Редиска Еще одна Редиска Я просто Когда захожу На ebay И вижу Количество семян У меня руки Сами клацают Купить 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 Все купить Так Это помидоры Сейчас я вам Расскажу Про помидоры Я с ума Сошла По-моему Еще одни Кабачки Кабачки По-моему Нет Не кабачки Как же они Цукини Зелененькие Такие Как они Называются Кужет По-английски Не знаю Как по-русски Тоже Какая-то Разновидность Это Итальянский Сорт Дальше У нас Идет Я уже Говорила Пшеничка Которую Я храню В таком Натуральном Носочке Чистом Просто Пшеница Старинных Английских Сортов Не ГМОшная Не какой-нибудь Там Гибрид Или еще Что-то Английский Не знаю Не спрашивайте Какой сорт Не знаю Не помню Дальше У нас Тоже Фасоль Которая Будет Плестись Называется Голубая Голубое Озеро Blue Lake Вот такая Всего лишь Один Паунд стоило Это я купила В нашем Местном Магазине Кориандр Как же он По-русски Мне писали Что Когда это Семена Когда это Зелень Это Кинза А когда Семена По-моему Кориандр Если я не ошибаюсь По-русски Так По-английски Все это Кориандр В общем Кориандр Паприка Перец Из которой Делают Паприку Я так понимаю Это какой-то Особенный Сорт То есть Не обычный Перец А какой-то Другой Перец Из которого Перетирают И получается Паприка Сорт Не написан Тут Стандарт Вот Какой-то Европейский Стандарт Такой-то Номер Ну В общем Не важно Дальше Огурцы Сонья Не знаю Может быть В России Тоже есть Такие огурцы Сонья Органические Тоже И Теперь Вот у нас Смотрите Что интересно Заказала я это С Китая Или с Японии Я уже не помню Тут все Вот в таких Вот Иероглифах Непонятно Как его сеять Когда его сеять И тогда И так далее Но Было написано Что это Супер-пупер Острый Перец Такая вот Интересная упаковочка Нестандартная На которой Написано Все В иероглифах В общем Вот такой Длинный По-моему Было написано Что-то около 10 или 15 Сантиметров В длину Вот такой Как на картинке Ну в общем Попробуем Что это такое Следующее Это Орегано Не знаю Как оно Наверное По-русски Тоже Орегано Валерьян Заказала Семена Валерьянки Хочу посадить Дальше Что это у нас А Ну это отдельно Это помидор Помидорная тема Меня видно Заклинило И я как Сейчас расскажу Про помидоры Так Гол Змеиные головы Не знаю Как это называется Растение Мне как-то писали Я его даже Видела вживую Это клубни Как я их давно Не доставала Они вообще живые Да Живые Сколько здесь клубней Не знаю Сколько здесь клубней А 15 15 Вот таких вот Коробочек Это вырастает Такое вот растение Небольшое Но очень такое Такое растение Которому хочется Подойти И разглядеть его Видела я его В городе Лиц В парке Оно росло Под деревьями И мне оно так Понравилось И когда я его Встретила в магазине Я его сразу купила И вот такой вот Медовые колокольчики Ну я просто перевожу Не знаю Как это по-русски будет Если вот хотите Остановите картинку И посмотрите Что это за цветы Тоже это видимо Да Это вот такие вот Бульбочки Тоже буду сажать Куда-нибудь на клумбу Еще не решила куда Так Дальше Что это у нас Ага Это помидоры тоже Ну Свекла Называется Ренова Финхель По-моему По-русски Да Мне очень нравится Запах финхеля Поэтому Я купила Финхель Еще Как же это Называется Не репа Не знаю Как она называется Торнип Это то же самое Что вот здесь Вот у меня было Где-то Английская Вот То же самое Нет Это Радиш Где-то было Включая Френч бин В общем Не важно Ладно Ну Вот эти вот Кореплоды Корнеплоды Торнип Называется на английском На русском Не знаю Еще одна свекла Кругленькая Потому что Эта свекла Она такая длинненькая А вторая Кругленькая Огурцы Которые мама Мне присылала Еще Привозила Из России Малохольный Огурец Ф1 Видимо Гибрид Там вообще есть имена Так мало их там Как это называется Который Я уже показывала Вам Как же это называется Не кабачок Как он называется Ну в общем Вы поняли Вот это вот Зеленое Такое Длинненькое Которое Я врагу люблю Класть Лук Порей Лук Порей Еще помидоры Сейчас Тыква Тыква Вот такая Вот английская Один паунд Всего лишь стоил Пакетик Попробую вырастить Еще одни огурцы Ладива Итальянская Видно Какой-то Какой-то Сорт Итальянский Еще один Торни Который Я не знаю Как он по-русски Называется Вот такой же Просто я их Покупала в разных Местах Видимо И запуталась Что у меня есть Что нет Еще один Тот же Который Я не знаю Как он называется Который Зеленый Длинный Который Я люблю Класть в рагу И так Это еще Одни огурцы Еще один Такой же Пакетик Огурцов Еще один Малахольный Так Это у нас Салат Салат Брокколи Которую Скорее всего Я не буду сажать В этом году И капуста Которую Может быть Я буду сажать Не уверена Не уверена Буду ли сажать Это вот Что касается Таких Близких культур Которые Я буду скоро Высаживать Потому что У меня еще Очень много Семян Очень много Кстати На каждом пакетике Написано Когда мне Чего сажать Потому что Когда я сказала Что я Собираю сейчас Сажать Мне писали Что нет Не надо Сейчас Сейчас еще Слишком рано Но на пакетиках Написано так Я как бы Не от себя говорю Просто на пакетике Так написано Вот спросите Вы зачем Купила я этот помидор Вот без понятия У меня есть Такие хорошие Сорта помидоров Уже куплены Зачем я его купила Не знаю Аликанте Называется Это вот сейчас Я буду рассказывать Про помидоры Помидоры Это тяжелый случай В моем случае Потому что Я накупила столько Что хватит На большую плантацию То есть Я даже половины Не смогу посадить Вот что Жадность делает С людьми Значит Первый Можно сказать Помидоры Это называется Голубой Огонь Голубой огонь Здесь их всего 9-10 семян Какой-то элитный Красивый Очень органический Все семена Которые я заказывала Я смотрела Только органические Семена Чтобы мне не попались Никакие ГМО Потому что На следующий год Я собираюсь С тем Помидорами Которые мне понравятся Действительно Вообще Те овощи Которые мне понравятся Скажем Горох У меня есть Горох Свои семена Которые я сажала Это будет третий год Которые я сажаю И мне не очень понравился Этот горох Я его собираю У меня есть в другом месте Еще семена То же самое Со всеми вот этими Помидорами Я заказывала Специально смотрела Чтобы они были Органические То есть не ГМО Чтобы с них потом Собрать семена Потому что идея Каждый год Идти в магазин И брать семена Мне не нравится Не потому что Они дорого стоят Хотя они тоже Сколько-то стоят Но как бы Не в этом проблема А проблема в том Что я хочу Я не знаю Что я хочу Я хочу какое-то Знаете Самое обеспечение То есть Чтобы были мои семена Чтобы я точно знала Что это хорошие семена Ну как бы Вот так вот Какое-то у меня желание Сумасшедство Сумасшедство Ненормальное Дальше Следующий помидор Написано Прям даже Редкий Помидор Стрелка Видимо это может быть Русский Помидор Я не знаю Стрелка И перевод Arrow Ну то есть Стрелка по русски По английски Это будет Ну можно перевести Как Arrow Вот здесь их тоже Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, девять, десять Десять семян Десять семян всего лишь Покупала я вот каждый такой пакетик Я сейчас не могу сказать точно Сколько он стоил Но в районе Четырех, пяти фунтов Вот каждый вот такой вот Десять семян Четыре, пять фунтов мне стоили Дальше Органические семена Purple Как это по русски цвет? Сиреневый Сиреневый украинский помидор Вот Если здесь тоже немного Семян Ну намного больше Может наверное Семян двадцать, тридцать Украинский Сиреневый Ну purple Еще можно перевести Как фиолетовый Пишите Если вы знаете Что это такое Что за украинский помидор Фиолетовый Дальше Помидор Называется Cherokee purple Cherokee Это вот этот В Америке Да Которые были уничтожены Американские Индейцы Которые были уничтожены Европейцами Одно из племен Да Звали их Cherokee По русски Наверное Также Cherokee Да То есть Это тоже Сиреневый Cherokee 60 семян Здесь Вот так вот Есть кстати Картошка Такая же Cherokee Называется Да Так это мои Семена Сейчас я о них Расскажу Черный Крым Семена Черный Крым 50 штучек 50 семян Черный Крым Пишите Если знаете Хорошее Это или нет Пишите Потому что То что я Сейчас вам Рассказывала Я не говорила Никакие там Названия А вот Помидоры Тут конкретно Есть название Этому сорту Черный Крым Черный Черри Черный Черри 60 семян Ой Как же это перевести Pickled Roman Pickled Roman Ну Не знаю В общем Как это перевести Но Тоже Вот Еще какие-то Вот Надь Если хотите Остановите Картинку И посмотрите Название Дальше Я вот даже Оставила с письмом Которое Прислали Чтоб Как-то Понимать Понимать Ага Ааа Знаете Что это Сейчас я вам Покажу Как мне Знаете Показать Смотрите Вот такого Размера Семена По сравнению Скажем Вот это Это помидоры Вот это помидоры И это помидоры Это оба Помидоры Но здесь мелкие Обычные семена А вот здесь Как вы видите Очень крупные Они толстые Крупные Не знаю Видно или нет На камеру И я так Я так поняла Называется Томатное дерево На картинке Была Так красиво Нарисована Такая беседка Посредине Такой Как куст Как дерево Но это помидор И оно Оплело Все Как бы Арку Вот такой Как домик Получился Как грибочек 2-3 метра Высоты Вот такое Томатное дерево Не знаю Что это Кстати Тоже Пишите Если вы знаете Что-то Нибудь Об этом Об этой экзотике Вот такие Крупные семена Здесь 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 семян Если знаете Что за Помидорное дерево Пишите Семена Крупные Очень Ну в общем Интересно Что это Такое Будет Написано Что Супер Пупер Редкое Не знаю Посмотрим Что это Такое Мне же Самое Интересно Так Это я смотрела Нет Не помню Так Следующий Черный Слон Вот здесь Картинка Нарисована Смотрите Какой черный Слон Видимо Крупный Помидор И Он Ну я не сказала Что он черный Он какой-то Темный Бордовый И тоже Здесь мало Очень семян И стоило Мне это Счастье 5 фунтов 5 фунтов 17 пенцев Вот так вот То есть Вот за эти Семена Я заплатила 5 фунтов И зачем Заплатила 5 фунтов За них Дорого Не знаю Я же говорю Я когда увидела Эти помидоры Это разновидности Меня как переклинило И все И остановиться Было уже невозможно Что это такое У меня Неподписанное Какие-то семена Еще бы знать Что это Неподписанное Зря конечно Я не подписала Ну-ка Здесь А Ну это Салат Это салат Это семена салата Обе Дальше Написано По-русски написала Семена Крупных томатов Не помню Каких 2017 год Вот такое количество Семян у меня Крупных томатов Я сама Над собой Смеюсь Ну я сажала В прошлом году Такие выросли Большие Такие лепешки Не знаю Как кирпичи Такие круглые Огромные Тяжелые Которые еще Слизнякам очень понравился В общем Целый пакет Сейчас я принесу Еще семена Так Вот у меня Волшебная коробочка Здесь Мои семена Только Только Мои Сейчас я здесь Немножко освобожу Место Надо это Быстрее Пока Огофелия Наша Спит А то Она очень Обрадуется Что мама Достала Пакетики Интересные Которые Не дают Играть Так Что у нас здесь С чего начать Календула Календулу Сама собирала В своем садике Календула Бессмертник Бессмертника Столько Что хватит На целое поле В прошлом году Сажала бессмертник Первый раз в жизни Думала Это какой-то Такой небольшой Цветочек Вырос Он Ну где-то Полтора метра Даже больше Метр семьдесят Где-то Ну вот так вот Мой чеснок Написано Май галли Чеснок Который был Головки Не головки А когда вот Цветет чеснок Вот такой Собранный С моего Чеснока Не знаю Что я буду С ним делать Потому что У меня места На чеснок Совсем нет Бархатцы Собранный В Кененхол Бархатцы Кененхол Что-то я не помню Что-то я в бархатце Может мама собирала Так Это что это Неподписанное Ну что это такое А Почему я не подписала Не подписала Потому что По семенам Сразу понятно Что это Это Сейчас я покажу Мне уже Писали название Но я не помню Опять Вот такие вот Листочки Получается Когда их высушиваешь И убираешь Двух сторон Там как бы Получается Три слоя Вот два слоя Наружных убираешь А внутренние оставляешь Получается вот такая красота Это семена Вот этого вот растения Не знаю тоже Как я его Где его буду сажать Посмотрим Календула Тоже собрана В Кененхоле Кененхол Это такое большое место Если кто не знает Я делала оттуда уже Видео Старинный дом Усадьба И там как бы Парк разбили И в конце сезона Когда цветы отцветают На них появляются семена Ну и вот Мы немножко взяли Тут не так много Но есть Почему взяли Потому что Они очень Были высокие По моему Поэтому Не помню Почему я взяла это А еще здесь Два семечка приклеено И написано Большой символ Шотландии Кто знает что это Большой символ Шотландии Шотландию Знаете страну Какой символ Шотландии Как же этот Лопух Нет не лопух Такой как Сиреневая такая Фигурник Фигурник Колючая А из нее торчит Такая сиреневая Как кисточка Так вот Вот эти две семечки Они были Тоже взяты В Кенн Холли Они были Гигантские Два метра Это был конец сезона Они уже Отцвели И я вот две семечки Взяла Не знаю Может быть посажу Так Ребристые Это семена Это мои любимые Это мои любимые Семена Ребристые Они супер Пупер урожайные Они растут Как лиана Какая-то Непрекращающаяся В общем Это мои любимые Семена Любимые Мои помидоры Так Биф томата Если это Биф томата Что тогда Те Большие Большие Помидоры Интересно Что там Куда я их засунула Где у меня был Этот пакетик На котором написано Большие Не помню какие Ладно Не важно Короче Это большие Очень помидоры Которые тоже Собраны С моих Помидор Средний Круглый Урожайный Так и написано Средний Круглый Урожайный Это Тоже был Супер Урожайный Куст Супер Урожайный Сорт И я с него Взяла Если хотите Могу Ссылочку Под этом Видео Поставить Где я Как раз Показываю Вот эти Все Помидоры Свои Которые Мне очень Понравились Огурцы Свои 2016 Года Собраны В 2016 Помидоры Ребристые Красные 2016 Ага Понятно То есть это Ребристые 2017 Года А это 2016 Года Семена Ну вот Коктейл Томатес Не знаю Как Коктейльные Помидоры 2017 Года Собрала Очень сладкие Маленькие Такие Кругленькие Маленькие И прям Как виноград Кушаешь Как виноград Очень вкусные Самфлава Подсолнухи Я уже Посеяла Вернее Ну как Они сами Посеялись Семена В огороде Подсолнухов Огромных Гигантских Такие Которые Выиграли На Соревновании Подсолнухов Еще Одни Это 2016 Они же Семена 2016 Артишок 2016 Года Артишок Наверное Сажать я его Не буду Потому что Ну нет У меня места Еще на Артишок Семен Здесь Очень Много Нет Артишоки Точно Не будут Сажать Чай Чай Как это По-русски Такой Как лучок Зелененький Но пахнет Не лучком А чесноком Дикий Лук Нет Тоже Это Собранный Было В Кеннхоли Потому что В Кеннхоли Есть еще Викторианский Кухонный Сад Где Выращиваются Какие Овощи Там вот Там вот Я взяла Немножку Семян Алиум Алиум Я уже Рассказывала Что это Цветок У меня Такие Две Большие Луковицы В саду Посажены Это Вот Семена Алиум Которые Будут Расти Очень Долго Не знаю Тоже Не буду Наверное Сажать Его Пока Он Вырастет Не знаю Что С этими Семенами Делать Следующее Космос Космея Вот По-русски Космея Тоже вновь Собрано Посмотрите Какое Количество Вот Такое Количество Космоса Этого Я не знаю И может Засеять Мой Участок Весь И соседний Еще И еще Один То есть Такое Огромное Количество Которые Не знаю Куда Еще Космос И еще Космос Да Ооо Это Знаете Что это 50 Гигантских Розовых Эхинопсис Эхинопсис Может по-русски Эхинопсис Нет Как-то так Почему я заказала Эти семена Смотрела канал Деревню Да Где там Дмитрий и Дина Рассказывали Что они сажали Медоносы И рассказывали Про растения Такие высокие Большие У них Такие Как шишечки Что ли Пушистенькие Цветы Какие-то Ну как Цветы Как шишечки Когда высыхают Вот они Собирали семена Чтобы рассадить Видимо Я уже не помню Про что там Было видео Чтобы рассадить Их еще куда-то Видимо Ну потому что Они медоносы И они что-то Про них Хорошо так Рассказывали Что я Когда смотрела Видео Я пошла Просто в интернет И купила Вот Такой вот Пакетик Семян Зачем Не знаю У меня даже Пчел нет Не знаю В общем Но мне понравилось Растение И я купила его Вот так Так Что у нас дальше Чистотел Ой Не падать Чистотел Тоже большой пакет Огромный Чистотела Зачем Не знаю Надо его По соседям Раскидать Пускай тоже Радуется Он у меня Растет Этот чистотел Как же это Породнее Фацелия Пакетик Фацелии У меня Он Растет С передним Лысадники Он сам там сеется И сам растет Но его там мало Поэтому я докупила Еще Еще туда добавлю Чтобы там Потому что Очень красивая Травка мне Это очень понравилось И там столько Шмелей Просто все Гудит этими Шмелями Так приятно Сидеть Присесть Так вот И просто наблюдать За этими шмелями Вот заказала Еще Не заказала Купила в магазине Еще этой Фацелии Чтоб Пчелки радовались Так Дальше Настурция Только необычная Вот такая Какая-то ажурная Надо ее тоже Замочить Может Так Это семена Мама привозила Это космос Настурция Бархатцы Бархатцы Ух ты Интересно Нарисовано Тоже для пчел Подходит Вот такие Вот цветы Называются Альба Альба Не знаю Что за альба Также Мне мама Привозила Много Много Этой Земляники Мама Обожает Эту Землянику А я ее Не хочу Сажать Потому что У меня Нет места Во-первых Во-вторых Там не так Много Ягод Чтобы Прям Вот Любить Эту Землянику Сажать Ну Мама Любит Она Мне Привезла Еще Земляники Хотя У меня Есть Земляника Она Растет Я В прошлом Году Давала Агаши Ягодки Ну Ее Мало Это Земляника Что Взять С нее Огурцы Еще Колючие Если Вы Видели Под Этим Видеом Я Еще Поставлю Ссылку На Видео Где Я Огурцы Колючие Собрала Урожай Это Жесть Какая Это Вот У меня Семена Этих Колючих Огурцов Которые Сажать Точно Не Буду Спасибо Но Нет Спасибо Как Говорят Англичане Так Это Что Это Потому Что Огурцы Страшно Колючие А Это Я Знаю Что Это Это Я Тоже Была В Каком То Саду По Мублице В Конце Сезона Когда Семена Готовы Были И Сорвала Вот Такую Вот Головку Цветочка Из Которого Цыпется Семена Вот Насыпались Черный Вот Такой Вот Цветок Такая Коробочка Тоже Хочу Посадить Понравится Мне Этот Цветочек Я Его Сорвала На Семена Следующее Это Мои Бобы Которые Я Собрала Со Своего Участка Цыпется Да Открывайся Ты Вот Такие Вот Бобики Тоже Собрала Это Со Своего Участка Которые Тоже Надо Будет Сажать Ну И Горох Мало В этом Году Собрала Вернее Как Гороха Было Очень Много Но Его И То Что Не Съели То Я Взяла На Семена Вот Такая Маленькая Коробочка Зато Свои Так А это Что Это Мама Привозила Мне А Это Таблетка Для Укоренения Не знаю Как Называется Разводишь Воды И Тебя Укореняется Еще Мне Мама Присылала Грибочки Вешенки И Лисички Которые Я Без Понятия Как Выращивать Где Выращивать Но Вот Мама Любит Что Ни Такое Присылать Чтоб Надя Потом Ломала Голову Пять Семечек Гигантского Лука Это Как Эксибишн Лук Вот Такой Вот И Вот Еще Пять Семечек Причем Эти Семена Пришли Мне От Человека Который Участвует В Как же Он Называется Ежегодный Английский Такой Как Конкурс Соревнования По Разным Гигантским Овощам Не Помню Как Этого Человека Мужчину Зовут Вот От Него Пришло Пять Семечек И Сто Милли По Моему Если Я Не Ошибаюсь Они Четок Около Двух Паундов Не Не Знаю Получится Или Вырастить Потому Что Наверное Зависит От Не Только От Семяна Еще От Днаний Как Это Выращивать Ну Вот Такие Вот У Меня Сегодня Вам Рассказы Были Было Рассказать Показала Вам Семена Рассказала Пишите Свои мысли Пишите Какие-то Названия Помидоров Я Вам Показала Озвучила Пишите Что Вы Знаете Об этих Помидорах Также Я Поставлю Два Видео Под Этим Видео Про Колючие Помидоры Не Помидоры Колючие Огурцы Которые Собирала Потому Что Очень Странные Были Огурцы Их Просто Было Больно Собирать Они Все В Колючках Были Такие Кактусы Огурцы Кактусы И второе Видео Поставлю Где Я показываю Помидоры Которые У меня Выросли В прошлом Году Потому Что Там Разные Сорта Я Разных Сортах Показываю Как Вот Эти Ребристые Я их Так Называю Ребристые Очень Вкусные Очень Плодородные Плодовитые И Как Лиана Которые Плетутся И Плетутся И Плетутся Дальше Ну В общем Все На этом Видео Я заканчиваю Нет На этом Видео Я не заканчиваю Я еще Картошку Буду Показать Сейчас Покажу Вот Моя Картошка Сейчас Я поставлю Так удобно Камеру Чтобы было Видно Она у меня Находится Вот В таком Пакетике У меня Здесь Два Сорта Первый Сорт Это Фиолетовая Картошка Которую Я выросла В прошлом году И собрала Урожай И вот Он пророс У меня В холодильнике Она лежала И проросла Тут На одной Большие Совсем Вот такие Вот На другой Поменьше Вот такая Фиолетовая Картошка Которой Насколько Я знаю Около 300 лет Но Этой Как бы Сорту Что Это Можно сказать Одна Из Оригинальных Картошек Видов Картошек Которая Была Привезена Из Америки То есть Сорт Такой Старинный А здесь Не знаю Как вам Показать Это Как ее Вытащить В опилках У меня Наверное Не буду Можно Показывать Или показать Какую Которую Легко Вытащить Я заложила Их Опилками Сейчас Какую Нить Вытащу Не вижу Где Здесь Она Заложила Опилками Чтобы Создать И Как бы Такой Ой Что то Она Приросла Там Ой Чтобы Создать Микроклимат Чтобы Она Там Ой Сейчас Все Вылезет А как Ее Вытаскивать То Я То Насмотрелась Как там На ютюбе В опилках Выращивают Не выращивают А проращивают Эту Картошку И Тоже Так Вот Решила Ай Сломала Глазок Как Вот Ее Мне Показать То Я Не хочу Ее Всю Вытаскивать О Гаф Я проснулась Слышу Ну В общем Не буду я ее доставать Два вида Картошки И еще Один вид Картошки Я заказала На ebay Очень редкий И интересный И когда он придет Я вам Расскажу И покажу Этот вид А сейчас У нас Агафья Проснулась И я заканчиваю Своё видео Пишите Комментарии Всем пока И с вами была Надежда До новых встреч